В Ассамблее народа Казахстана говорили об успешном опыте работы структур этого общественного института и дальнейшем их развитии. Семинары разделили на две диалоговые площадки. На первом представители этноцентров рассказали о своей деятельности, детально озвучили те проекты, которыми занимались последние несколько лет. Ассамблея народа Казахстана выходит за границы Дома Дружбы. Она активно взаимодействует с партийными объединениями, с общественными объединениями. И это можно было видеть в этом году в ходе паводка, в ходе противопаводка, после паводков мероприятий. У нас в этой связи активно работает центр «Жумарджан», которым руководит Писаренко Алена Витальевна. Она активно сотрудничает с различными общественными объединениями, потому что цели, в принципе, одни и те же. Это мир, согласие, достаток, благополучие наших граждан. Во второй части спикеров разделили на команды. Каждая из них предлагала новые методы совместной работы. Это и развитие информационной кампании, проведение мастер-классов, языковых курсов и многое другое. Предложений от участников поступило немало. Совместно с частным фондом Тринта уже второй год проводится митап. Это интересное мероприятие в формате митап. Успешный опыт и перспективы взаимодействия развития структур Ассамблей народа Казахстана в Северо-Казахстанской области. Этот проект реализуется при грантовой поддержке ЦПГИ. Целью данного митапа является обмен опытом. Сегодня будут презентованы успешные кейсы. Успешные кейсы – это положительные практики взаимодействия неправительственных организаций и этнокультурных объединениях. Участниками семинара стали представители АНК, лидеры общественного мнения, студенческая молодежь. Дмитрий Тимофеев, Александр Янцен, МТРК.